Дни и ночи сменяют друг друга, как бы передавая эстафету. Одно поколение людей, едва успев освоиться на земле, уже бывает теснимо другим, и человечество, как полноводная река, течет, не пресекаясь, из века в век. Это тоже рот эстафеты, поскольку люди передают один другому культурное наследие, обычаи и нравы. Псалмы также иногда выстраиваются вагончиками и, следуя друг за другом, перенимают один у другого смысл. Псалом 75, следуя за предыдущими, подхватывает идею величия Бога. Введом в Иудеи Бог, у Израиля велико имя Его. Величие Бога можно было созерцать двояко. В победе над могучими силами природы, сотворенной Богом, и в победе над врагами Израиля. Евреи видели и то, и другое. Переход через море, затем через Иордан. Манна с неба, вода из камня – это знаки могущества Господа над сотворенным миром. А вот победа над различными врагами – это вмешательство Господа в историю человеческой жизни. И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч, и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Хищнические горы – это поэтический гибраизм. Это горы, где живут разбойники. Господь сильнее, чем те, кто угрожает Израилю. По словам Иоанна Златоустова, меньшая боль упраздняется большей, а меньший страх упраздняется большим страхом. Для того, чтобы не бояться многочисленных врагов, иудеям нужно было бояться только единого Бога. Именно поэтому в Псалме Господь Бог дважды называется страшным. От запрещения твоего, Божия Иакова, воздремали и колесницы, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. Здесь есть предчувствие, если угодно пророчество, о будущем страшном суде, когда всякая гордость и человеческая слава поблекнут и смирятся, а все смиренные сердцем возрадуются. С небесе слышно сотворил Иисус суд, земля убоясь и умолча. Нигда восстать и на суд Богу, спасти все кротки из земли. Яко помышление человеческое исповедстви тебе, и останок помышления празднуйте. Помолитесь и воздадите Господу Богу нашему вси, и же окрест всего принесут дары. В Псалме есть призыв к духовной деятельности. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укращает дух князей, он страшен для царей земных. На двух мыслях хочется остановиться. Во-первых, помолимся, чтобы Бог был страшен для царей и князей земных, ибо люди, поставленные высоко и не боящиеся Бога, страшны для подчиненных. А второе, зададим вопрос, что можно принести в дар страшному. А ответ найдем у другого пророка, Михея. Он говорит, о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Это был расцветший, как цветок в саду божественных песен Псалом 75. До встречи в этом саду, который не вянет и не устает приносить плоды. Редактор субтитров А.Семкин